Более 47 тысяч саженцев деревьев посадили в городском округе Люберца в рамках областной акции «Лес Победы». В округе также появились пять тематических аллей. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий. Областная акция «Лес Победы» начала собирать участников с самого утра у стен Люберецкой администрации. Для того, чтобы доставить добровольцев на места проведения мероприятия, выделили 12 автобусов. Ветераны, представители общественных организаций, студенты и жители в этот день все хотели сделать городской округ зеленее. «Лес Победы» – это просто для молодого поколения, для подрастающего. Это будет просто память о том, что в честь Дня Победы наша молодежь сажала именно эти сады. Это нужное дело. В обязательном порядке должно быть. Мы должны молодежь привлекать, должны поддерживать, чтобы они привыкали ко всему. Это и воздух даст, это и дерево даст, это вообще природа же наша вокруг, селение. Это же все, что нужно. Каждому участнику повязали георгиевскую ленту – символ Победы. Выдали футболки и кепки с символикой акции. А по дороге в Тамилинское лесничество жители распевали военные песни. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Тамилинское лесничество стало главной площадкой проведения акции «Лес Победы». Две с половиной тысячи люберчан сегодня здесь высадят 45 тысяч саженцев, молодых сосен. Стартовала акция в 11 утра. Многочисленных участников встретил оркестр, а со сцены представители власти сказали слова на путстве. В этой акции Андрей Юрьевич Воробьев дал такой клич. Сегодня должно быть посажено в пределах 27 миллионов разного рода саженцев. И это память о каждом погибшем. Поэтому мы говорим, что в честь каждого погибшего, каждого бойца в этом году должно быть посажено дерево. После этого волонтеры раздали инвентарь. И тут добровольцам уже не терпелось приступить к высадке хвойных саженцев. Распределившись по полю, они приступили к работе. Потому что мы живем, родились, выросли здесь. Хотим восстановить наш лес. Мы любим лес. Участникам акции было где разгуляться. Участок лесничества вблизи микрорайона Мирной площадью в 11,4 гектара был полностью подготовлен под восстановительную посадку леса. Среди неравнодушных тех, кто помогает посадить лес Победы, представители юной армии. Расскажите, ребята, с каким настроем вы сегодня? Что вы делаете? И самое главное, для чего? Мы сажаем лес Победы в память о Дне Победы на Великой Отечественной войне. Мы сейчас сажаем дерево и уже посадили достаточно много и пришли сюда помогать в память о ветеранах. Этот участок Томилинского лесопарка пострадал после пожаров 2010 года. Потом было нашествие жука-караеда. В прошлом году здесь провели санитарную вырубку. Теперь люберчане целыми семьями приехали на лесную акцию, чтобы восстановить поврежденные деревья. Когда этот лес вырубили, вы не представляете, какое у нас расстройство было. Мы даже не знали, в связи с чем, дача или что. Мы знали о том, что его просто лечат и что весной мы будем сажать. Для меня это было просто самые прекрасные новости. Мир, труд, май, победа за нами! В Подмосковье массовые акции по посадке деревьев традиционно проходят дважды в год. Осенью наш лес, а весной лес Победы. Эта акция состоялась уже в четвертый раз. Ее главная цель – повышение экологического благополучия Московской области. У нас сегодня замечательный день. Сегодня весь городской округ Люберцы на свежем воздухе, с хорошим настроением приехал, чтобы посадить наш лес, лес Победы. Здесь будет настоящая героическая аллея, лес Победы, которую, как вы видите, поддержали тысячи жителей городского округа Люберцы. Кому-кому, а ветеранам в этот день было положено отдыхать. Во время высадки деревьев в лесничестве они смотрели концерт и наслаждались прекрасной полевой кухней. Я это четвертый раз уже на посадке леса, но как с сегодняшнего я еще такого не видел, не было. Это благо того, что это в честь ветеранов. Я хочу всех поздравить с праздником таким, с лесопосадкой. Хочу ответить только одно – лес – это наше богатство. Я сажаю лес в памяти погибших. Солдатской кашей разными вкусностями насладились и те, кто уже успел поработать. После такого питательного обеда с новыми силами жители возвращались к работе. Среди участников и гости нашего округа из Подольского лесничества. Как оказалось, у них такого раздолья для высадки молодых деревьев нет. Как только мы узнали, что здесь проходит акция, мы решили, что мы обязаны просто приехать. Мы очень уважаем природу и неважно, откуда ты любишь, часто ли ты занимаешься этим, ты должен уважать эту природу. Участники акции «Лес Победы» с радостью встречали журналистов ЛРТ. Мы любим телеканал ЛРТ. Смотрите телеканал ЛРТ. Смотрите телеканал ЛРТ. Мы любим люберецкое телевидение. А пока участники масштабной акции сажают деревья в лесу, те, кто остался в городе, тоже не теряют время зря. Вот, например, здесь, на территории гимназии номер 20, люберчане сажают декоративные деревья. Отныне здесь будут расти березы, клены и ели и напоминать о бесценном подвиге советских людей, которые защитили свою родину ценой собственной жизни. Примечательно, что эта гимназия носит имя героя Советского Союза Николая Дугина. К патриотической акции присоединились не только школьники, но и ветераны Великой Отечественной войны, а также руководство города. Совместно с молодым поколением они высадили саженцы деревьев, как символ мира и жизни, в которой нет места войне. Если мы сегодня вот по таким красивым небом, солнечным здесь находимся, если у нас есть возможность учиться и заниматься хорошими делами, то мы благодарны вот нашим ветеранам, которые рядом с нами сегодня. Это живая легенда. Кроме того, на территории гимназии организовали праздничный концерт. Воспитанники учебного заведения подбадривали местных жителей зажигательными танцами и песнями. Впрочем, проблем с настроением в этот день не было ни у кого. В Люберце пришла долгожданная теплая погода. Еще одной точкой, где прошла акция Леспобеды, стал двор по улице воинов-интернационалистов. Здесь посадили саженцы красного клёна. Считается, что в это время года эти деревья лучше всего приживаются в городской среде. Сотрудникам и руководству ЛГЖТ помогали даже самые маленькие местные жители. Во-первых, мне это нравится. Во-вторых, я люблю помогать. И это в благодарность нашим дедушкам и бабушкам, которые воевали в войне. Само название «Лес Победы» – это действительно наша победа, это действительно победа нашего народа. Когда делаешь такие вещи с маленькими детьми, как вы сказали, с взрослыми жителями, это великий счастье, великая радость, которую не всегда можешь испытывать. Активность Люберчана ценил новоназначенный заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Александр Проваров. Он также присоединился к акции и наряду с жителями посадил свое дерево. Мы уже объехали все пять аллей, которые запланированы в городском округе Люберце. Жители активно приняли участие в данной акции. Все очень рады. Для жителей устроили маленький праздник в эту прекрасную погоду. Всего в рамках областной акции «Лес Победы» на 173 площадках посадили порядка 48 тысяч саженцев. Также на пяти тематических аллеях в черте города усилиями жителей появились около 2,5 тысяч деревьев и кустарников. В акции приняли участие больше 4,5 тысяч люберчан. Наталья Григорьева, Луиза Игеазарян, Анна Троян, Екатерина Скрижалина, Никита Скраган, Дмитрий Родзянко и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ.